Добрый день! Вот я, напротив Санкт-Антонио. Больше нет туристов, бары закрыты. Выпила сегодня кофе вот в этом баре. 1 евро 10, но... Очень холодный кофе. Мой бар, где мороженое закрыто. Сейчас быстро пробегусь. Хочу сообщить, что сегодня траур в моей стране Казахстан. По всем погибшим с обеих сторон. И среди протестующих, и среди курсантов, и защитников военных, полиция там, и всё такое. И это все такие молодые ребята. Ой, мои. Утята танцуют. Это все молодые ребята, курсанты. Особенно курсанты пограничной академии. Вчера видела видео, как привезли цинковый гроб 20-летнего курсанта в Ахтау. И я даже расплакалась, потому что... Как можно... Я понимаю, что противостояние между властью и простым народом. Но когда погибают... Когда погибают совсем безвинные молодые мальчики, так как я сама мать единственного сына, у меня не получилось больше иметь детей. И мой сын казах, и мы все казахи. Я, конечно, представляю горе матерей наших казахских. Сколько это может продолжаться? Хочу сказать, пусть примут и наши соболезнования искренние. От казахов, которые живут в Италии, во всяком случае. От меня и от моего сына. Конечно, мы в шоке. Вчера созвонилась с моей сестрой, которая живет на Байконуре. У меня много сестер-братьев живут на Байконуре. Это город, который взяли, маленький поселок, который взяли, военный космодром, ракеты. Россия взяла в аренду на несколько лет. Поэтому там российский интернет, наверное, у них работал. Ватсап. А вот мои родственники, которые живут на казахской земле, на казахстанской территории рядом, у них вот только сегодня с утра включили. И в Алма-Ате тоже. Они мне ответили, наконец-то, через шесть дней. У них ватсап вообще не работал, не функционировал, так как не было интернета в Казахстане. Я вот даже думаю, кто имеет доступ, власть имеет доступ к интернету, к телефонной связи. Кто отключил, кому это было выгодно. Потом видела наших казахских граждан, которые не могли вылететь со 2-3 января. Из Москвы показывали казахов, которые сидят в аэропорту и не могут вылететь в Казахстан. И не знают ничего, потому что у них отключился тоже телефон. Отключили кредитные карты, банковские карты казахские. У них даже не было наличных денег, чтобы пойти переночевать где-нибудь в отеле в Москве. И консул Казахстана в Москве не отвечал им, посольство не отвечало никому, гражданам Казахстана. А вот смотрю видео российских граждан-туристов, которые быстро, организованно смогли сразу же вылететь. Из Алматы военными самолётами в Москву. Вот это вот молодцы. Русское посольство российское, представительство в Казахстане быстро среагировало и начало спасать своих российских граждан-туристов, которые прилетели на Новый год покататься на лыжах в Алмате на Чембулаке. Приехали к своим родственникам, так как вы знаете, что в Казахстане живут очень много русскоязычных и других национальностей. Поэтому вот я удивляюсь вот нашим представителям, да, посольств. Вот было так же и в Италии. Когда у меня закончился срок годности паспорта у меня и у сына, они на 10 лет всего, да, паспорта наши голубые казахстанские, я не могла целый месяц дозвониться до посольства, до консульства казахского в Риме, так как мне надо было выяснить, надо апостиль, надо тимбр нотариуса, то да сё на эти переводы и всё такое. И так как мы живём 5 часов езды от Рима, и чтобы туда приехать, надо ночевать в отеле и всё такое. И консульство казахское очень далеко от центра в Риме, тоже надо такси брать и всё такое. Я хотела всё выяснить вперёд, чтобы потом, когда мы приехали, нам не сказали, ой, у вас вот этой вот справки не хватает или вот это неправильно переведено. И всё такое. Вот, все нервы вымотались, потому что не отвечают вообще даже на звонки телефонные. Как так можно работать? Я вот 22 года живу в Италии, и несколько раз было вот так вот, что казахское консульство, как бы можно сказать, не очень-то отвечает своим казахским гражданам, которые живут в Италии. Ладно, мне нужен был просто новый паспорт. Такая бюрократия. А если бы мне нужна была бы помощь, как гражданину Казахстана, вот что-то такое, беда какая-то случилась, вот так вот не отвечать, я удивляюсь просто. Конечно, я не хочу ничего плохого говорить о своём народе, но вот так вот работают два представительства посольств казахских и российских. Примеры. Констатация факта. Поэтому вот скоро опять закончится срок годности паспорта, посмотрим, как в этот раз работают. Очень хорошо, что часто меняют этих консулов. Потом, когда вот я приехала, наконец-то я дозвонилась через месяц вся нервная, и даже расплакалась в телефон, говорю, вы что, говорю, не отвечаете? Как так можно, говорю, так относиться к казахским гражданам? Тем более в Италии нас совсем мало людей, казахских граждан. И, в общем, оказался молодой консул, потом он сам принял, всё сделал, и быстро даже за три месяца сделали. Например, в Германии моя подруга, которая была замужем за немцем, ей делали почти год, казахское консульство в Германии или Казахстан, ей делали почти год паспорт. У неё вообще все документы украли на светофоре. Воры такие специализированные, мошенники, которые подходят на светофоре, на мото, и говорят, вы знаете, что у вас шина проколота? И она выскочила, чтобы посмотреть шину, и они забрали всю её сумку с деньгами, с картами, с паспортами. Вот имейте в виду, и что такое тоже происходит, воры, мошенники. И это было около Милана. Поэтому, что я могу сказать? Вот такая вот грустная история случилась с нашим Казахстаном. Я вот задаюсь себе вопросом, кто отключил все эти телефонную связь и интернет? Как вы думаете, кто имеет доступ к этому? Власть казахская или эти, которые погромщики, вандалисты, бандиты, которые это сделали? Всё-таки чувствуется, что кто-то из власти были предатели. Какая-то подстава была. Чтоб так за один день разгромили бывшую столицу Казахстана, красивую Алматы, солнечную, зелёную. Такое невозможно без содействия тоже власть имущих. Я желаю всем здоровья и добра. Чтоб такое никогда ни с каким народом не повторилось. Чтоб молодые ребята не погибали, наши сыновья и братья. Наконец-то сегодня написал мой племянник, который учится в Алма-Ате, студент, что всё хорошо. Потому что у меня живут три племянника в Алма-Ате. Моя сестра купила, которая в Италии живёт, квартиру в Алма-Ате. И там живут два студента, два сына, двух моих сестёр учатся в университете. И племянник мой от первой сестры. Вот они втроём там живут. Я говорю, у вас всё в порядке. Надеюсь, вы не выходили туда, где все занимались погромом. Нет, говорит, конечно. Мы сидели дома, потому что у меня семья. Это простые, тихие люди, спокойные, которые все занимаются своими делами. И никогда никого не тронут. Нет в нашей семье вот это и вот то, что было в Алма-Ате 6 или какого? 5 января. 6, да, января было. Я, конечно, просмотрела очень много, очень много видео про эти события. Единственное, не могу понять, если не было интернета, если не было связи в Казахстане, как эти кадры попали в мировой интернет? Вот эти все кадры вандализма, грабежа. Как они попали? Кто их снимал и кто их отправлял в Ютуб? Получается, что другие граждане других стран, которые жили в Алма-Ате, они у них работал, что ли? Их связь работала, их телефоны, их интернет работал. Вот я немножко вот это вот не понимаю, потому что я в этом отношении ничего не понимаю. Объясните мне, пожалуйста. Если кто понимает, напишите в комментарии. Всем здоровья и добра. Остановлюсь на моем любимом здании. Пусть красота спасет мир. Пусть красота спасет мир, а не войны и кровь. Пусть красота спасет мир. Пусть красота спасет мир. Пусть красота спасет мир. Пусть красота спасет мир.